всем привет друзья с вами канал близкие меня зовут влад и сегодня я хотел бы рассказать о том на что я снимаю каким оборудованием пользуюсь для съемок своих видеороликов ну и немножечко об оборудовании которое есть у меня и который мне помогает снимать собственно мой и видеоблог итак поехали ну вот друзья смотрите как вот у меня происходит съемочный процесс да тут такой софтбоксе себе недавно прикупил ну а также вот у меня основная камера выставлена так да то есть как обычно собственно я здесь сижу в этом кресле давайте поприветствуем друг друга всем привет друзья с вами канал близкие меня зовут влад и это видео о том как я записываю видео вот как то так ну что ж собственно с недавних времен у меня появилась наконец-то вторая камера для взятия вида сверху для ракурса вот этого верхнего раньше мне приходилось мою вот эту вот экшн камеру переставлять постоянно сюда и наоборот из-за съемочный процесс это происходило до нескольких раз да то есть и мне это дико как бы надоедало но тем не менее иногда хочется что-то перезаписать с того ракурса именно ну ты когда отсматриваешь материал можно что-то пропустить или упустить так вот теперь у меня есть камера собственно для примера вот я тут положил чтобы в кадр так вот входит до этого пушка отбоя собственно обзор на который я делал недавно и собственно вот и все вот мои съемочные видео оборудование но до аудио оборудования все здесь намного проще потому что я раньше занимался музыкой поэтому у меня все осталось от музыкальных моих моментов да то есть это вот микшерный пульт профессиональный микрофон вот такой вот студийный тоже есть и звуковая карта внешняя собственно через которую я все это делаю ей я всегда пользовался при написании музыки в общем друзья вот так вот выглядит моя съемочная так сказать в кавычках площадка на которой собственно я и делаю свои видеоролики итак друзья давайте покажу я с чего все начинался чем я пользуюсь собственно в данный момент какими камерами вы в принципе из моих предыдущих роликов наверно знаете что я в основном пользуюсь своей экшен камерой от sony sony с 200 но тем не менее расскажу с чего начиналось да вот начиналось все вот с такой вот камеры nkin h9 или h8 она называется опознавательных знаков на ней никаких нету а коробку я выкинул так что идет правда не помню что это за модель якобы 4к она снимает там 15 кадров в секунду всего но тем не менее маркетинговый ход и две с половиной по моему или 2 700 за нее и отдал собственно сделали свое дело я решил купить попробовать нужна ли мне такая камера или нет поснимав несколько раз я понял что собственно качество здесь не очень хорошие даже на телефон на самом деле снимается намного лучше чем вот здесь но хотел я именно отдельно не снимать на телефон а хотел именно отдельно иметь какую-то камеру карманного варианта да что всегда можно было взять с собой если что что-то быстренько достать и поснимать можно конечно это сделать и на телефоне но на телефоне постоянно моя болезнь и болезнь наверно многих людей это не переворачивать его чтобы снимать full hd разрешение поэтому собственно я и хотел камеру такую ну вот такая вот штука она послужила свое сейчас пылится в ящичке потому что ей я не пользуюсь повторюсь качество съемки здесь не очень но чтобы понять нужна ли хорошая и дорогая экшен камера нужно потестить и такое ну такое вот поэтому она была в моей жизни так сказать ну и силу того что я решил что экшен камера мне нужно и я хочу собственно как бы снимать но нужно камера с нормальной стабилизации кстати вот здесь стабилизации нет вообще никакой не цифровой никакой то есть это просто вот тупо не знаю видеорегистратор наверное вот так вот это можно обозвать ну так вот я понял что мне собственно нужно экшен камера и ну так совпало что у меня приближался мой день рождения жена спросила что я хочу я собственно есть сказал что хочу экшен камеру экшен камеру я хотел именно sony потому что лучше sony по моему мнению нету сейчас на рынке экшен камер гоупро просто в сторонке нервно курит лучшие экшен камеры сейчас это экшен камеры sony там может быть они кому-то неудобны по своему форм-фактору да и все привыкли потому что все привыкли к тому что gopro именно является эталоном экшен камер поэтому по типу gopro сделали и вот это вот но при всем при этом у sony есть свой путь своя история и их экшен камеры собственно выглядят вот так это sony s200 о которой собственно и говорил на тот момент уже вышли 300 модель и 3000 на которые снимали в 4k эта камера в 4k снимать не умеет здесь электронная стабилизация технология splash proof ну и собственно эта камера мне тогда нравилось я смотрел по ней про нее очень много информации обзоров и если бы не ее то наверное взял бы as50 ровно точно такая же камера с такими же характеристиками все супер кроме одного вход для микрофона у sony s200 имеется вот он здесь такой красненьким помечен на s50 его нет если как бы это не нужно не важно то в принципе as50 пожалуйста она стоит по моему в районе 12-15 тысяч рублей сейчас снимает не хуже снимает по-моему даже также наверное это теперь это бюджетная экшн камера ну условно бюджетная экшн камера в линейке sony то есть это s50 и дальше уже пошли модели 300 и 3000 но каково было мое собственно удивление что для вот этой камеры есть замечательный аксессуар это вот такая вот приблуда а к л ю 1 эта штука превращает вашу экшн камеру в обычную энди кам да то есть с экраном с поворотным причем экраном да не на 360 но этого достаточно то есть весь мой съемочный процесс да то есть он вот теперь заключается в том что мы можем суда нашу экшн камеру засунуть об и вот так это будет выглядеть то есть она теперь у нас как хэндикам и вот мы можем уже видеть да то есть как как снимает наша камера вот снимаю я сейчас на телефон потому что все мои камеры буду показывать в этом видео ну и также вот можно смотреть как я собственно выгляжу в этой камере вот так вот это очень удобная штука и благодаря этой штуке собственно мои видосики начали появляться ну это просто меня прям выручала не раз чтобы посмотреть что я снимаю то есть это очень удобно других вариантов для этой камеры нет она универсальная она подходит по моему для 20 модели из 20 для сотой модели она тоже подходит ну собственно такая вот штука с помощью этого теперь я снимаю и меня это радует я не купил сразу же после того как получил в подарок свою sony то есть где-то наверное через неделю или две я купил себе вот эту вот штуку потому что их в городе не было пришлось поискать но я нашел в видео потому что модель уже сняли с производства и не практически сейчас ее очень редко где можно найти с 200 уже не делают так что под нее аксессуары очень сложно найти но тем не менее я все нашел и собственно продолжаю уже практически год ну меньше года пользоваться именно в таком тандеме то есть вот этот чехольчик с экраном и не сама экшен камера очень классно и удобно ну и как вы уже успели видеть попала в обзор ко мне на распаковку юлай лайт сейчас с небольшим таким креплением ну потому что я ее вешал вот сюда то есть она у меня вот так вот вешается теперь для получения верхнего ракурса она будет использоваться вот на таком вот гибком штативе ну эту камеру много я про нее говорить не буду потому что много чего еще не знаю я ее только пару раз использовал посмотреть видео как я на улице и затестил ну и когда я уже поеду на дачу я сделаю сравнительный тест вот этой камеры и вот эта камера от sony да мы посмотрим собственно что из них лучше снимает я конечно уверен что это будет sony но тем не менее если они будут снимать не хуже то разница на лицо sony сейчас очень дорого это за в районе шести семи тысяч рублей по нынешнему курсу на получается вообще себе очень хороший вариант единственное что нужно это для нее купить ну дополнительные аккумуляторы потому что аккумулятор здесь садятся по крайней мере родной здесь садится очень быстро я заказал аккумуляторы для вот этой камеры три штучки дополнительных зарядником и для этой камеры я заказал еще три потому что два я уже заказывал у меня теперь сейчас для нее три аккумулятора есть но иногда поверьте и этого не хватает когда хочется очень много чего-то нас не на снимать приходится заряжать поэтому как для основной своей экшен камеры я заказал еще для нее три аккумулятора тоже с зарядником так что как бы проблем с местами под зарядку не будет в общем вот такая вот линейка моих камер которыми я пользовался когда-то пользуюсь сейчас какими-то из них и еще я хотел вам рассказать про свой рекордер значит рекордер от sony купил я где-то наверно полгода назад и это пикс 333 рекордер собственно с возможностью подключения к кампу он не обошелся не так дорого покупал я в днс по акции его очень классная штука очень удобная не надо вам свой телефон даже задействовать то есть отдельно вот у вас есть рекордер своей памяти в нем 4 гигабайта плюс есть слот для карт памяти вот здесь у него штука хорошая очень качественно ну потому что это sony вот ну и моя боя петличка которую недавно я собственно себе купил в общем вот таким вот оборудованием я пользуюсь на данный момент снимаю свой видеоблог мне в принципе пока этого достаточно да наверно хотелось бы иметь своем загашнике еще какой-нибудь зеркалочку хорошую бюджетно хорошую потому что ну на дорогущий gh5 у меня извините денег нету столько это просто нереальных бабок стоит поэтому ну хотя бы не знаю какой-нибудь canon 700d там или 500d он там с поворотным экраном чтобы можно было видеть что ты снимаешь наверное это вот я бы еще хотел бы свою коллекцию приобрести ну что друзья на этом у меня все вот такими вот камерами я снимал и снимаю на данный момент так вот я записываю звук всем спасибо за просмотр спасибо кто смотрел ставьте лайки подписывайтесь на канал если еще не подписаны всем всего хорошего до новых встреч пока пока что что вот